Здравствуйте! В эфире программа «Вопрос по делу». Сегодня мы беседуем с советником президента ТППП Юрием Борисовичем Погребщиковым. Здравствуйте! Добрый день! Юрий Борисович, в непростое время в Ростове заговорили о развитии промышленной кооперации как о залоге эффективного импортозамещения. Что это такое? Ну, во-первых, это не только импортозамещение, это еще и экономическая целесообразность. Сегодня предприятия, как малый бизнес, так и средний, и тем более крупные, конечно, переживая непростое время, ищут ресурсы, различные ресурсы. Как сделать более стабильную экономику, более эффективным производство. Кооперация, она всегда являлась ресурсом именно повышения эффективности производства. Ситуация, почему именно сейчас об этом заговорили, вы задали так вопрос. Заговорили это потому, что наступил такой момент, когда на конференции, которую мы проводили 22 октября этого года, первая конференция такая вот в истории города по промышленной кооперации, этим занималась администрация города и торгово-промышленная палата, мы почувствовали, что вот в этой проблеме заинтересованы сразу обе стороны. То были попытки навязать эту, скажем, кооперацию сверху, она, прямо скажем, была неуспешна, особенно попытка. Были попытки одной из сторон более активизировать ситуацию, в частности, малый и средний бизнес пытался активизироваться в этом вопросе. А вот конференция показала, и выступающие на конференции люди показали, что заинтересованность сегодня возникла как бы с обоих сторон проекта. И надо это использовать. Мы очень много почерпнули проблем, которые испытывает малый и средний бизнес, да и крупный бизнес в вопросах кооперации. И разрабатываем целую серию ходов, которые должны этому просто способствовать. Дело в том, что мы с вами отлично представляем, что специфика малого и среднего бизнеса одна, крупного бизнеса другая. И главная тема, прошедшая через всю эту конференцию, была в том, что как раз-таки построить алгоритм взаимоотношений не получается. Есть для этого объективные причины, в частности, экономические. Представить себе, что накладные расходы на крупных предприятиях составляют 600-700 процентов. Это не может выдержать экономика малого и среднего бизнеса. Но есть и чисто такие организационные проблемы, вот как раз-таки утекающие специфики. Задача торгово-промышленной палаты построить этот диалог, построить алгоритм взаимоотношений. И вот сегодня мы хотим рассказать предпринимателям и бизнесу крупному и среднему о том, что мы проделали за это время, и предложить этот путь к сотрудничеству. Кто проявляет больше инициативы к промышленной кооперации? Малые или крупные предприятия? И почему? Я думаю, конечно, малые предприятия или средний бизнес. Ну, во-первых, потому что он не успел у нас нарастить промышленный потенциал, оборудование, технологии. Крупные заводы обладают этим всем, но они доиспользуют эти мощности. Поэтому малый бизнес, конечно, более заинтересован в этом. У крупного бизнеса есть настороженности, определенные настороженности, которые он испытывает, потому что не представляет насколько надежно это партнерство. И мы должны способствовать своей работой, торгово-промышленная палата, способствовать как раз этому вектору действий. А вот что является основными препятствиями к развитию промышленной кооперации в области? Ну, больше всего, конечно, как всегда, отсутствие информации. Потому что любое решение начинается с обилия какой-то информации. Наша задача накопить потребности, с одной стороны, малого и среднего бизнеса в такой вот кооперации, а с другой стороны, какими ресурсами обладают крупные предприятия для того, чтобы ими поделиться с малым и средним бизнесом. В этой сфере, к сожалению, информации нет. И мы сегодня готовы ее предоставить любому предприятию малого и среднего бизнеса. И уже знаем, как это мы будем организационно делать, для того, чтобы практически решить вопросы производства деталей любой сложности. Только будет больше или меньше объем кооперации, но любую деталь, любой узел мы можем сейчас сделать. Поэтому сегодняшнее преимущество именно в сокращении сдержек и для крупного предприятия еще возникает. Я уже говорил о том, начинается новая машина, производство нового изделия. Ну, конечно, есть детали, которые никогда не отдаст промышленное предприятие, потому что сложные, важные. А есть очень средние сложности, простые детали, которые свободно можно делать. Это уже давно практикуется. В Соединенных Штатах Америки крупнейшие автомобильные концерны, до 30% деталей, ну, не самых ответственных, но выполняют практически вот малыми и средними предприятиями. Я видел в гаражах организованные технологии, которые обеспечивают General Motors деталями и Ford. Поэтому, с моей точки зрения, сейчас к этому вот очень хорошие есть предпосылки. Интересно. Какие сильные стороны промышленной кооперации вы могли бы назвать? Ну, сильные стороны, это я уже пытался к ним вот как бы прикоснуться, это сокращение сдержек на крупном предприятии. Получение определенных с минимальными затратами деталей, потому что, я уже говорил о накладных расходах предприятия, конечно, малые и средние бизнесы, значительно другие предъявят себестоимости, затраты. Это первые издержки, надо эти, преодолеть эти издержки. Второе, я тоже уже этого касался, это огромные накладные расходы крупных предприятий. Сегодня в составе рабочих групп, вот в соответствии с этой конференцией, на очень высоком уровне представлены экономические службы области и города Ростова. Я уверен, что потенциал этих структур власти достаточен для того, чтобы эти вопросы решить через специальные решения, которые будут направлены на поддержку малого и среднего бизнеса. Мы в этом все сейчас заинтересованы. Главное, заинтересована и власть. Она очень большой интерес проявила к этой конференции и к итогам этой конференции. Разработаны сейчас и мероприятия, которые вместе с администрацией города будут рассматриваться и работать. Мы по ним работаем. Но, повторяю еще раз, мы сегодня определили весь перечень проблем, которые возникают при такой кооперации. И наша задача — эти проблемы разрешить. Один из главных вопросов, я уже о нем говорил, это создать такую площадку сбора информации, нуждающихся в этой кооперации, и тех, которые могут предложить услуги кооперации. И вот эту организационную работу сегодня как раз мы, можно сказать, проделали, потому что я сегодня обращаюсь к предпринимателям, к среднему бизнесу, который заинтересован в создании промышленных производств. Мы готовы сегодня практически оказать помощь в этой организации, этой кооперации на любом уровне. Но есть еще интересное решение. В частности, с господином Месхи обговорен вопрос, что мы подготовим очень серьезные детали, которые сегодня действительно покупаются за границей. И разработаем технологии. И более того, обучим студентов не просто технологий, а бизнесу производства этих деталей. И вот этих вот уже обученных, подготовленных, как люди предпринимательской, жилкой себя проявившие, подготовим уже площадки, куда мы можем высадить этих людей для организации производства и проследить за тем, чтобы они оперились как предприниматели. Я думаю, что это тоже очень интересно, потому что сегодня в структуре предпринимательской, настоящей промышленной специализации немного, к сожалению. А именно эта стабильность некоторая, вы понимаете, форс-мажоры, все там торговые, вот там та же турецкая сегодня проблема, но она может коснуться тех, кто занимается торговлей, с бытом. А промышленность все-таки, я понимаю, более устойчива в этом вопросе. И мы хотели, чтобы малый и средний бизнес большей долей именно занялся именно промышленным производством. Спасибо большое за ваши ответы. Я напомню, мы беседовали с советником президента Торгово-промышленной палаты по промышленной политике Юрием Борисовичем Погребщиковым.